Ребята, всем привет! Вы на канале Семян и Чемоданах. Меня зовут Славян, вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не делали, впервые попали на наш канал. Я сегодня вас приглашаю в удивительное приключение, которое будет посвящено прогулке на кантере вдоль мыса Тарханкут. В прошлом году мы уже это делали, тогда мы арендовали полностью катер целиком, и это было прям вообще незабываемо. В этом году, так как Настенька беременна последний месяц, она, естественно, едет и сказала, с детьми ты не поедешь. Поэтому я еду один, но как бы не один, в компании своего брата, его жены и маленькой дочки, которой 7 месяцев. Это я говорю про то, что не переживайте и путешествуйте со своими детьми, неважно вообще, абсолютно неважно, сколько им лет, либо тем более месяцев. Знаете, сейчас я расскажу вам, сколько будет это стоить по цене групповой катер. И, естественно, мы доберемся до самой крайней точки, знаете, это чаши любви. Возможно, мы где-то сами покупаемся. Не знаю точно, потому что когда была индивидуалка, мы просто пальцем показывали, хотим там, хотим там, хотим там. И купались. Вот. Как здесь будет, не знаю. И по ценам я сейчас с вами соориентирую. В общем, погнали в новый выпуск. В общем, отправляться мы будем с пляжа Экстрим. Это, естественно, Валеневки, соседний пляж, там, где мы остановились, значит, дикарями в кемпинге с палаточкой вместе с брательниками, его семейкой. Такая здесь обстановочка на вечер, сейчас пол шестого вечера. Людей, как вы можете заметить, очень много. Здесь не хватает качель, которые были в том году. Классная была плотолокация, но, увы. И да, кстати, если вы хотите Крым пропутешествовать с легкостью и с удовольствием, мы написали свой авторский гайд. Стоимость всего лишь 490 рублей, но приобретете, когда его изучите, вы просто кайфанете от Крыма. Там есть и как рекомендации, и маршруты, и контакты, контакты какого-то жилья. В общем, очень много всего. Книжка почти 100 страниц, приобретайте и путешествуйте с удовольствием по Крыму. Так, ребята, в этом году небольшие изменения, значит, группой ехать 700 рублей на человека, дети там, понятное дело, маленькие бесплатно. А индивидуалка уже стоит 6000 рублей. Но вот если вы, допустим, там 2 семьи, 3 семьи, то вам лучше взять индивидуалку, как делали мы. Так, ну что, все, мы идем на посадку. Проходим, ребят, не толпимся, проходим. Да, давай, давай, давай. Ну что, все, мы отплываем. Посмотрите, загруженность катера. Битком, как на банане. Капитан, вот такой у нас. Значит, лодка достаточно длинная, классная. Скорость будет развивать большую. Причем он уже сказал, это так, как вариант, а с маленькой, как и садитесь в центр, чтобы от волны не было сильного удара. И первый наш пункт, ребята, будет вот этот вот, заброшенный корабль. Ну что, все, смотрите, капитан дал полный штурвал. Скорость просто нереальнейшая. Если вы поедете, самое главное, нужно обязательно держать головные упоры. Так, меняемся. Опа, все. Мирочка, это все твой папа. Я говорил, тебя дома оставить, да? Да. Все, все, все. Ну что, ребята, мы подходим к первой классной локации, это затонувший контрабль. Я пока даже не знаю, будет ли сейчас экскурсия, будет говорить вообще, как это затонул. Ну, а я, конечно, уже это слушал, и когда вы будете здесь упрекать, обязательно будет экскурсию. Это на тебе. Ребята, конкурс-кипояр был построен в 1816 году. От маяка 2 километра в море уходит подводный риф, еще называют подводная плита. На этом рифе от 2 до 6 метров глубины. Присмотритесь, дно видно около 6 метров глубины. Сейчас помню. Вот это сирийское судно 11 лет назад заехало на этот подводный риф. Судно было длиной 110 метров. Середина корабля и носовая часть все лежит дальше в море метров на 200. Судно это перевозило черный металл. Турки пришли, забрали свой металл. Посудину бросили здесь, на местным, на усмотрение. Теперь это рай для дайверов. Можно приехать, понырять, медина ловить, но лежит крабов. Кому как нравится. Когда сирийцы заехали на этом мелководье, ребят, 4 на 6 выдрали кусок днища сразу. То есть воды он набрался моментально. Ну а через 5 часов передали штормовое предупреждение. Самый страшный ветер на Тарханкуте считается юго-западный. Как раз таки такой шторм и пришел. Он лопнул в 6 местах. Турки его не заварить и не стянуть отсюда. Пришли турки, стали разгружать его днем. Ну а мы ночью. Все, что в наших водах, все это наше. А почему турки разгружали, если сирийская? Груз турецкий был. Да, команда была индусы, а капитан был сириец. И судно, и груз тоже турецкий. А там сейчас страховка все получила. Там они отбили, да? Да, 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 конечно, конечно. Маяк, ребята, Арханкутский, действующий, 36 метров в высоту. Каждая окошка по окружности выходит на все четыре стороны света. Западная сторона смотрит прямо на нас. Снизу доверху видно окошки на маяке. Правее будет южная сторона, за маяком восточная. Левая – это северная сторона Тарханкутского маяка. Вопросы есть? Вот он, Тарханкутский маяк. Класс, здесь еще есть действующая воинская часть. И вот отсюда тоже можно совершать прогулки, но они, как бы, получается, не полные. Он, как бы, дойдет только до корабля. И большой отрезок вы просто не кайфанете. Поэтому я вам рекомендую все-таки брать именно на экстриме. И вот он, ребята, начинается Тарханкут. Слушайте. Вот где-то, ребята, примерно под нами находится подводный музей якорей. Все якоря, которые были когда-то оборваны кораблями, либо же утеряны, дайверы сюда стаскуют в одно место, но потом за денежку водят на дно морской и показывают. Самая близкая точка, ребята, Одесский дайвстан. Кран видно наверху? Да. Приезжайте сюда, есть инструктор, он вас обучает и ведет на подводный музей якорей. Глубина небольшая, от 4 до 6 метров. Вперед, поехали! Ну, в общем, вы поняли, да, если хотите понырять, первый дайвинг вот здесь. Он прям клевый, к якорям спускаетесь просто вниз. А еще вот тут люди вот так вот отдыхают с палаточками, вот так спускаются здесь и ныряют с высоты. Класс! Смотрите, дайвер дает уплываль. И мы с вами сейчас будем заплывать в первый дров. Здесь называется Красный мыс, затенка верхних скал. Но здесь с правой стороны видны пещеры. В таких пещерах останавливаются люди. Внутрь ставят палатку, спальный мешок и живут по 10 дней, даже бывают по целому месяцу. Чуть дальше, ребят, пройдем, покажу, где в этом месте можно спуститься, либо же подняться. Просто мы заплываем в грот. Смотрите, какая чистая вода. И как это круто смотрит. Здесь, ребят, смотрим наверх, на потолок. Хорошо будут видны белые сколы. Когда штормит, большой удар волны, скалы отломают. Пещеры становятся выше и больше с каждым годом. Если видели карту Крыма, то сам мастер Конкут уходит клином в море. Постоянное течение, чистая, прозрачная вода. Что там? Чайки были. Чайки, голуби, ласточки и бакланы. Это местные обитатели гротов пещер. Здесь живут, здесь же гнездятся в таких труднодоступных местах. Дельфина выбило, да, прям? Лучшему капитану! Дельфин, видишь, мертвый? Маленький дельфиненок. Я сейчас тебе показываю. Я сегодня его сверху видел. Маленький дельфиненок выбрался. Видите, его чайки уже поджирают. Грустно. Десять катеров, потом рассказывают. Заехал, показал, выехал, поехал дальше. Поехали! Вот уже еще один катеров подбирается. Все, полный вперед. Мы продолжаем движение. Посмотрите дальше. Статуя мыслитель. Посмотрите, ребята, какая грица пища. Вот видите, ребята, с левой стороны. Середина скал лесенка металлическая. Видно, стоит? Я рукой показываю. Потом почти вдоль наверх пошла лисья тропа. Вот по этой лисьей тропе люди спускаются. Вот так вот. Те, сама лестница полтора метра высоты. Ну, а потом вниз по ступеням к воде и сюда красным пещерам. У нас почти везде здесь такие спуски. Западный Крым пока не тронут. Пока. Пока. Лет пять осталось. Да, хотя это территория заповедника национального. Да, пока все не тронуто. Подождите, не третий, вы же радуете. Вот только килограмм в час. Да. Мы уже станем. Да, да, да. Я же сказал пока. Не скачьи доступны. Кояшеское озеро тоже уже перекрыли. Да? Не, ну так, да. Водки, ребят, черные на камнях стоят. Называются бакланы. Баклан чистый рыбак. Неверяет до 45 метров глубины. И съедает до 7 килограмм рыбы каждый день. Но летя над водой развивает скорость до 70 километров в час. В Таиланде, ребят, не слышали, как такой баклан для хозяина рыбы ловит? Баклану на шее одевают металлическое кольцо, чтобы он не смог рыбу проглотить. А за лапу прязает длинный шторок. Но и отпускает его. Вот он гоняется за рыбой и приносит хозяину рыбу. Хозяин продает. Вот у рыбы хорошо на этом зарабатывают. У нас, кстати, этого делать нельзя. Они у нас краснокнижные. За это статья. Поехали! Погнали! Погнали! Погнали. Пог adjacение. Погнали! Вот она, стандартный слисель. Бухта эта, ребята, называется Бухта Чудесная. Но здесь, с правой стороны, есть пляж для йогов. Йоги есть на борту? Да. Пляж для йогов, пожалуйста, с правой стороны. Выходите. Мы вас по праву заберем. Ну а каменная скульптура, ребят, наверху на земле стоит. Называется «Мыслитель сердца Тарханкута». 9 лет назад питерский скульптор приехал, поставил эту скульптуру и написал на ней «Мыслитель». Ну а зовут его Александр Кит. А вот эта табличка, там, это, да, трагедия, да, была в 2002 году? Да, да. Вот здесь, видишь, он, вот здесь, вот здесь таких табличек, огромное количество, вообще. Я боюсь, сегодня что-то дошел до нее, хотел спуститься, думаю, ладно, не пойду. Горяжу, наобог горяжет. Да, я и не стал, думаю, не, не надо. Поехали. Погнали. Да, и там, короче, такой стих написали, мы потеряли друга, брата, вот на этом черном табличке я до него сходил и снимал. Поэтому, ребята, приедем, куда-то спускаться, подумайте о себе, о своих близких, с природой, с природой. Шутить ни в коем случае нельзя. Вот тут одна экскурсия. Купается, видите, не в самом баучистом, и там дальше есть еще лучшее лазурь. А вот отдыхают дикарями, также спускаются островок. Вот, ребята, если вы хотите по-настоящему дикий отдых, то вам вот в эту окрестность. Скала, вот эта, ребята, отдельно стоит, называется Одинокий парус. Ну, а вот чуть правее, посмотрите, видна небольшая балочка. В этой балке находится спуск. В это место приезжают люди, забивают на руку металлический штырь, сбрасывают канатами канатную лестницу и спускаются сюда отдыхать. С этой стороны начинаются дикие пляжи, пляжи нудистов. Потом еще чуть правее, посмотрите, видна пещера, в ней огромный камень, видно? Рядом у этой пещеры есть пресная вода. Родник пресной воды бьет почти возле самого прибоя, поэтому и приезжают люди. Продукты с собой, питьевая вода здесь есть. Чуть правее, ребята, пещера, растительность, видно, зеленая возле кромки, вот там и бьет родник пресной воды. Вот так галька, которая возле берега, отгребаешь ее руками, и прямо из-под земли бьет фонтанчик пресной воды. Набирается лужица, отстаивается, берешь кружку, черпаешь и пьешь. Хорошая пресная вода. Вот такое природное явление. Вот все, лайфхак, вот тут спускаешься. Тебе же сказали, на машине. Вы что, здесь не ездили, что ли, сегодня? Ну, мы-то так в ластапку посмотрели. Ну, значит, не ездили. Погнали. Как вам называется большая черепаха. Присмотритесь, голова черепахи в воде лежит, торчащим глазиком. Я рукой на нее показываю. От головы, представьте, шея лежит, перешек, потом лапа передняя, панцирь и хвост. Черепаху видели? А я кузатую женщину. Что курили с утра? Дон табак, рым табак. Не, вот это как бы там глаз, он ее так... Ну, и в таких пещерах тоже, ребята, останавливаются люди. Так же, по краю пещеры забивают два гвоздя, шнурок за навесу. Посмотрите, какая красота. Чайка, ребята, это называется хохотун. 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 Поехали. Погнали. Подъезжаем мы к Хадлешу, и сейчас все вам расскажем о Хадлешу. Смотрите, какие скалы, вот там вот мельчайшие такие гроты. И как вот, вот так вот идет весь Тарханкут. Просто нереально, ребята. Вот сколько раз говорю, если приезжаете на запад Крыма, обязательно Тарханкут нужно посетить с воды и сверху. Это обязательно. Если хотите еще, посетите его с высоты на специальных вертолетах и самолетах. Эти люди покупаются, прыгают со скал. Вот здесь вот ловят рыбу, рыболовное хозяйство. Ну все, друзья, слушайте. Место это, ребята, называется Большой Атлеш. Часовня построенная Святому Николаю. Николаю, воднику, покрытию рыбаков и моряков. Наверху на земле есть действующий дельфинарий. Есть маленький ресторанчик, сдается жилье и сам кефали подъемный рыбзавод, который стоит на воде. Частная территория. Представьте себе, большой квадрат сети 50 на 50 метров. Трубы, ребят, видно, в воде стоят и сеть натянута. Четвертая сторона крепежа сети. Три остальные стороны растягивают на окори, а сеть полностью уложат на скал. И сеть видна, и трубы летны, 18 метров глубины. Резко сеть, кто уходит вниз, до дна и в сторону берега. Рыбаки сидят на смотровых вышках. Первая на отвесной скале, рукой показываю. Левень ее, точно такая, две. Смотрят рыбу. Косяк рыбы доходит до середины сети, быстро тянут наверх. 30 человек тянут одновременно. Сеть приподнимается метр-полтора от поверхности воды. Рыба закрыта в большом квадрате сети. Подходят рыбаки на баркасах и забирают пойманную рыбу кефаль. Вот таким видом ловли рыбы пользовались греки. Греки просмотрели, в какое время года, когда и где проходит рыба. И построили такие рыбзаводы. И все это передавалось и передается из поколения в поколение. Медуз почти нет. Можно купаться. Я сказал почти нет. Вы еще не видели много медуз. Ребят, вот маяка и до часа висит в вашем сайте. Вообще мобильный. Вот это, пожалуйста. Это ирозия. Что-то, можно? Вот здесь, кстати, я знаю, что воносится море. Они, видимо, здесь сезон в турии. Да, здесь есть, значит, дельфинарий. Видите, здесь вот так вот можете окунуться с аквалангом, вот просто поплавать, видите, очень много туристов, очень много. Большая пещера Алибабе. Это вход, и дальше пройдем с левой стороны. Будет небольшое отверстие выход. Зайдете в большую пещеру, обходите ее изнутри, выходите через небольшое отверстие. Сейчас покажется в левом углу. Ну, а вот тот камень, ребят, я руку на него показываю, высокий, подальше от нас и ближе к берегу. Называется Сидячая обезьяна. Вот он, щетка обезьяна, да. Вы только посмотрите. А вот чуть правее, ребят, голову повернете. В воде камень отдельно стоит, называется Царевная лягушка, еще называют Каменная жаба. Ну, а вот он и выход, ребят, с этой пещеры. Видно, в углу небольшой пещеры. Это сквозное ветром продумка. И здесь, кому нужно, вот тут вот, видите, палатка торчит. Здесь есть кемпинг на большом внутрише. Ну, а мы погнали. Вот, видите, на каяках люди плавают, можно взять вот так вот прокатиться. Это тоже великолепно. И вот так вот в скалах, посмотрите, как живут люди. Вот тут же, так же спускаются. Класс. Вот на вот этой крепости можно здесь остановить машину и вот так вот спуститься сюда прям, порыбачить, понаслаждаться чистейшим, друзья, морем. Чистейшим. Так, делаем остановку. Вот так вот, ребят, смотрим в правую сторону. Вот этот мыс называют мыс-крокодил. Мыс-крокодил стоит на четырех каменных колонах. С маской с трубкой можно поднырнуть под ним и полностью его проплыть. Ну, или еще эту скалу называют питонка. Мультик, помните, замалкивали? Вот он вам, питон. Немножко ближе подойдем, покажу, где можно поднырнуть под ним и полностью его проплыть. Вам там слышно, ребят, сзади? Не слышно вам. Вам там слышно? Кивают, но не очень. Смотрите, это идеальная копия вообще крокодила. Глаз сквозной и его передняя часть. Ну, и вы слышали, что можно вернуть. Вот. Вот так вот отдыхают здесь люди. Видите, у них стоят солнечные панели. Соответственно, они так берут электричество. Здорово. Если вдруг кто-то отдыхал из моих зрителей, то напишите в комментариях. Видите, ребят, с левой стороны, где-то в мешках кеды, которая под накоплю, под прокодилом. Слева. А, вот они, видите? Слева. Я не знаю, к вам, но мне всегда захватывает дух и спирает дыхание, когда я попадаю в такие места. Я не знаю, если сейчас будет дальше. Поехали. Погнали. Вот, видите, как люди Чили там. Ну, а вот следующая пещера Нептуна. Внутри в этой пещере есть своя зеленая лагуна. Смазкой трубкой надо погрузиться водичку, поднырнуть под скалой, выйти сюда в открытое море. Там внутри, ребят, есть свое озеро с водой. Порода известняк очень мягкая, зимой шторма сильный. Большой удар волны скалы проламут, толчат в такие вот чаши. Медуз почти нет. Да, да. Поехали. Ну, ладно, это хоть не синие. И вот мы уже подплываем к самому замечательному месту Натарханкуте. Это сквозной грот. И будем сейчас двигаться вот сквозь вот эту скалу, представляете? Вот они, пещеры. И мы сейчас тоже туда будем заходить. Вот я сегодня вот тут купался. Вот спускался с скалы, вот тут купался. Как раз в этом месте находятся подводы музея, аллеи вождей и народов. На дне музея лежат бюсты. Ленин, Брежнев, Сталин. Ребята установили память их мобильному телефону. Фили у башни английский мост, дайвер и унитаз для себя поставили. До 100 экспонатов лежит на дне. Начало музея 12 метров глубины и заканчивается 17-18. Все это погружение с аквалангом. Даже приехали и установили таксофон, чтобы можно было в спад воды позвонить. 20 лет назад Донецкий дайв-клуб первые приехали, поставили кабинет на бюст Ленина. Ну и с каждым годом все это стало собираться и собираться. Так музей появился. Че притихли-то? Вопросы есть? Вопросы? Да нет. Вот тут посмотрите, как круто можно на каяках, либо на сапбордах туда заплыть. Это реально. На вход в изумрудную пещеру будет первый купол над головой, зайдем вовнутрь будет второй купол. Во время шторма водой обрызгать достают до потолка, ну и умывают вот такие вот купола. Перед входом всем знать 100 рублей дополнительные. Посмотрите, какая красотища. Вот это вот все делают волны, точнее даже не волны, а брызги, ребята. Чистейшая вода. Просто круто. Ну и вот она сквозная. Посмотрите, куда мы двигаемся. Это самое захватывающее штука, поэтому, ребятки, сейчас я вам покажу что-то нереальное. Это называется бухта Дельфинья. После военное время здесь на этом месте стоял военный дельфинарий. Здесь тренировали военных дельфинов. Знаете, да, кто такой военный дельфин? Нет. Дельфин подрывник. На дельфина одевают магнитную мину. Дельфин уходит в открытое море. Проплывая мимо корабля, магнитная мина прилипает к кораблю. Через время срабатывает таймер. Ну естественно взрыв. Вот таких дельфинов тренировали в этой бухте после войны. Ну а проект этот закрыли из-за того, что дельфин не различает свой-чужой. Ему, раньше нет, какому кораблю подплывайте, где заложить магнитную мину. Поэтому именно этот проект был закрыт. Ну а впереди у нас 98-метровый тоннель. Как раз в этом тоннеле сняли эпизод фильма «Пираты 20 века». Первый советский боевик с каратесой стрельбой. На входе в этот тоннель будет колодец до самой земли. Смотрим наверх на потолок. А подскажите, пожалуйста, если вот здесь машина зацелена? Да, да, да. Так вот где машина зацелена. И все-то вы знаете. Три дня она провисела здесь, потом краном достали ее. То есть машина? Там машина провалилась. Там же до самого верха в дырку мы сейчас будем прожать. Будет написано небо. И они, видимо, здесь ехали и провалились в эту дырку висели. Отверстия. А как они, конечно, были, звено отверстия. Мужик на стакане был. Могами лобову выбил, выпрыгнул в воду, да, поднялся и шел. Смотрите, какая лазурь. Просто нереально. Здесь, ребят, смотрим наверх, на потолок. Когда-то очень давно на этом месте стоял греческий ритзавод. Наверху, на земле, стоял большой деревянный барабан. Садила лошадь по кругу, наматывая канар. На этом барабаны греки поднимали форманные рыбы через этот свет. Посмотрите, какой цвет воды. Ну и все, мы сами забываем. И просто смотрите. Какой кайф. Заходим. Какая красота. Так, все пошли. Так. Так, все пошли. Чаша любви, ребята, вот тут можно прыгать. А ты сейчас, Свет, не прыгал туда? Нет. А я нырял вообще, как все эти дикие сюда. Вот здесь, ребят, с левой стороны, где люди видны по кругу, вот здесь и находится Чаша любви. Внутри в этой чаше около 7 метров глубины. Отсюда хорошо виден перешейк с открытого моря, водички перетекают в саму чашу. Вот под этим перешейком на 3 метровой глубине находится отверстие. Если помните по фильму, когда Киандр выходил из жилища, за ним открывалась и закрывалась металлическая решетка. Вот этот эпизод фильма сняли здесь, в этой Чаше любви. Здесь был ход или выход в лаборатории профессора по фильму. В каком году фильм снимался, ребят, кто помнит. Давно это понятно. Тут по молодежи просто собралась. Но я тоже вроде не старый. В 62-м не буду вас мучить. За поверье, ребят, слышали, у которой есть Чаша любви? Левая сторона, перешейка, такой высокий выступ. Существует такое поверье. Молодая пара перед свадьбой приезжает, становится на этот высокий выступ, берутся за руки и прыгают в воду. Если руки не разорвались, когда прыгнули в воду, значит долго и счастливо вместе проживут. Ну а если руки все-таки разорвались, смотрим прыжка, что делать? Неправильный ответ. Ну, кто еще? Как-то. Нет. Бежать. Нет. Ну, ребят, морозы здесь всегда полно, кто понравился или понравилось. Берешь следующего за руку и прыгаешь в воду, вот может с ним повезет. Кто такой, поверьте, за Чашу любви. Приходишь со своим, а уходишь с чужим. Ну а силеных хватит, можно и с двумя. Ребят, можем чуть дальше отойти в Открытое море, если желание, можете окунуться. Да, огонь. Так, ну а сейчас мы отходим вообще в Открытое море и будем нырять с катера. Это самая классная штуковина, походу, которая есть. Вот, ребят, западный степной Крым, теперь со стороны моря, сторона берега. Ребят, нырнуть можно с любой стороны борта, мне нравится. Олесенка слева покормить, чтобы вылазить. Нет, такая просьба, ребят, далеко от катера не отгребаем. Купаемся рядышком, все-таки мы в Открытое море. У нас первый пошел, значит, мы тоже пошли. Главное, камеру. Нифига, вот это шатнуло. Так, все. Нормально, да, надо просто быстрее. Все, погнали. Давай. Ух. Давай. Давай. Ай. Ух. Давай. Какая прошла. Ух. не медуз нет но были парочку на я план так сейчас еще нырнем так еще второй раз традиции два раза рыбкой да это нереально слушайте купание возле берега норм открытое море так но как же мы без сальтушки блин такой кайф Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...